Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе я сегодня покажу, как это делаю я. Но вы можете выбирать для себя любой способ заготовки шнура, для того, чтобы потом намотать его на шпулю. Значит, шнур я нашел для друга вот такой фирмы. Это не реклама. Это плавающий пятого класса. Бюджетный такой вариант был в такой вот упаковочке. Коннекторов нет. Если у вас есть в наборе коннекторы, используйте коннекторы. В данный момент я буду рассматривать тот вариант, когда нет ничего, но нам необходимо изготовить для рыбалки шнур. Как вы видите, вот у шнура обычно, если разные брать упаковки и разных производителей, есть начало обозначено. Или же, как вот в моем варианте, обозначен конец шнура. Мы должны с вами взять вот там, где у нас написано, что это конец. И с этого места начинать изготавливать петлю. Я все соединения, которые у меня имеются, для шнура, изготавливаю для того, чтобы стыковать петля в петлю. Очень удобно. Допустим, вот как я изготавливаю вот такие раннинги подлески, как вам видно, вот на плане есть петля, и мы такую же петлю должны изготовить на шнуре. Для того, чтобы вот этот переход соединения у нас не создавал ни хлопаний, ни шлепаний. Ну, естественно, он плетеный конически, если видно. Длина его метр двадцать. Это для определенной рыбалки. Его можно изготавливать как и 80 сантиметров, и метр восемьдесят, и два метра, любой практически длины. Вот у меня имеется уже собранный вот такой мною вариант. Несколько в другом шнуре. Как вы видите, вот здесь у меня соединено с коннектором. И обязательно я показываю, почему. Потому что поделюсь с вами вот этой мыслью. Как вы видите, у меня нет вот этого изгиба, который образуется с вот таким вот, образно говоря, провалом при забросе. Теряется энергия нашей петли. Поэтому я, помимо того, что соединил петля в петлю, ну, я одеваю любой кембрик, допустим, который вы для себя сможете подобрать, и сверху вот одеть на наш узелок. Он потом снимается, и спокойно можно менять на другой подлесок или раненых. Петля в петлю. Давайте приступим. Значит, в чем заключается вопрос? Самый основной. Это многие, как и я, допустим, изначально делал. Я зачищал вот эту всю часть, доходил до или самого, будем говорить, там или леска идет внутри, или же, допустим, плетеное волокно типа нашей лески-плетенки. И на ней уже потом изготавливал эту петлю. За счет этого получалась у меня очень тоненькая, и в то же время она постоянно ломалась. За последнее время я сколько ни изготавливаю для себя, я стараюсь использовать вот такой метод. Повторю еще раз. Это для тех, у кого нет коннектора, и необходимо нам собрать для рыбалки шнур. Для того, чтобы было более удобно нам работать, нам понадобится ряд определенных инструментов. Ну, предположим, вы можете подобрать для себя все, что угодно. Я просто покажу вам, что я для себя просто так подобрал. Нам необходимо изготовить петлю, и чтобы эта петля более надежно держалась у нас в руках и не мешала в дальнейшей работе. Поэтому я вот то, что у меня был зажим, крокодильчик, я его подготовил, зажал. Он должен достаточно хорошо держаться, потому что мы нагрузку будем давать хорошую. Теперь, необходим хороший клей. Значит, вот такой клей, который я вам уже неоднократно показывал. Достаточно хорош, но имеет одну такую особенность. Он недостаточно гибкий. То есть, он обладает какой-то определенной хрупкостью. В этой фирме есть клей, который, помимо того, что он влагостойкий, обладает гибкостью. Вот это не реклама. Вот такой клей больше всего подходит для изготовления. И в то же время он прозрачный. Если у вас по каким-либо причинам, но нет такого клея, можно заменить. Несколько дольше будет на вот такой клей. Почему здесь написано, он прозрачный. Можно обрабатывать, так же будет и силиконом. Или же, если вы пользуетесь, как я, вот таким лаком-клеем фирмы Хэнс. Достаточно этого лака-клея. Он достаточно гибкий, влагостойкий и хорошо работает не один год. Но узлы, понятное дело, необходимо постоянно нам проверять. И теперь возьмем необходимое количество шнура. Для того, чтобы нам удобно было работать. Сделаем петлю. Петлю я обычно делаю так, чтобы вам было видно в фильме. Давайте я, наверное, уже камеру немножко приближу. Для того, чтобы было видно. Приблизительно так, чтобы где-то в районе одного сантиметра. Если мы будем ее делать несколько больше или меньше. Ну вот, это оптимальный вариант. И теперь я выбираю для себя вот то место, где мне бы хватило для изготовления моей... Сейчас переставим камеру для изготовления моего шнура. Поэтому я и поставил вот такой конический зажимчик. Все. Я выбираю для себя размер петли. Придерживаем в одном месте. Можно потом и откусить, чтобы было легче работать. Придерживаем вот в таком месте. Берем теперь нитку. Нить я беру, как вы видите, это то, что мы распускали с вами тесьму. И нам необходимо для удобства работы, как вы видите, удобно. Вот так работать уже несколько легче. Если нет ни тисков, ничего, можно вот так захватить нитку. И потом прокручивать сам шнур. Наматывать неоднократно вот так нам виточки. Подхватили. Самое главное, только лишь вот в начале. Дальше уже будет легче. Почему я использую такого цвета нить? Она своего рода и светоотражающая. И несколько удобно мне смотреть, когда у меня идет подлесок в процессе рыбалки. Ну и в то же время, как бы непроизвольно, при определенных рыбалках видно, как у меня происходит поклевка. Вот и все. Только лишь для этого. Можно оранжевый, можно желтый, можно любой другой, которая понадобится. Вот и все, друзья. Как вы видите, мы уже закрепили с вами. Нам практически... Вот я даже смогу снять сейчас, чтобы показать. Вот у нас будет вот такая петля. Перепроверимся еще раз с нашим раненом. Достаточно ли нам ее будет. Как вы видите, достаточно хорошо проходит. И на соединении, если мы потом перепроверимся, будет достаточно удобная, хорошая петля. Большие сильно петли я не делаю. И обратно теперь спокойно с вами поставили на место. Вам процесс уже понятен. Нанесем немножечко клей на место крепления. И завершим. Как вы видите, я оставил буквально кончик, можно его буквально здесь 6-8 миллиметров. Вполне достаточно для того, чтобы закрепить наш шнур. Сильно не усердствуем при затяжке, для того, чтобы не повредить вот этот полихлор-виниловый слой, из которого изготовлен сам шнур. Все. Давайте теперь дальше продолжим. Когда намотаем, встретимся. Вот, друзья мои, я два конца, вот так, начало и конец уже подготовил. Промазал клеем. Но процесс этот длинный. В принципе, это вам будет уже понятно. Нам остается только лишь, вот я уже вам неоднократно показывал, вот такого типа нитка. Взять и отрезать, сколько нам нужно, 15, 20, 30 метров бэкинга. Обычно я отрезаю в районе 20-25. По нашим рыбалкам, скажу честно, пару раз было только при поимке карпа, что доходило до бэкинга. А так, рыбы такой нет, чтобы могла у нас стянуть полностью весь шнур. Если у вас имеется плетенка, дешевый вариант плетенки, можете подмотать плетенку. Или же в два раза будет тоньше, чем вот такой вот шнур. Обычно его используют для прошивки обуви. Как вы видите, все достаточно уже просто. Все у нас готово. Остается только лишь собрать. Вот и все. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.